В Екатеринбурге уральский окружной прокурор и он же заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев своим автографом утвердил обвинительное заключение и передал в областной суд материалы уголовного дела о заказном убийстве Нижнетагильского неоднократно судимого бизнесмена Владимира Машинского, которого киллеры расстреляли в далеком уже 2002 году. То есть перед судом убийцы предстанут спустя 16 лет после преступления. Думается, даже самые наши верные и преданные зрители уже подзабыли фабулу этого злодеяния, потому позвольте взрыхлить ее в памяти. Собственно, само заказное убийство не единожды сидевшего бизнесмена случилось 17 октября 2002 года. Владимир Машинский пришел постричься в парикмахерскую Мария на улице вагоностроителей. Как только парикмахерша приступила к работе, в витрине нарисовались наемные хитманы с автоматами Калашникова и расстреляли и Машинского, и до кучи парикмахершу, ставшую случайной жертвой киллеров. По данным следствия, Владимир Машинский входил в группировку так называемых «кокоринских», то есть входил в ближайшее окружение авторитетного тагильского бизнесмена Вячеслава Кокорина, который имел сильное влияние на вагонки, то есть в районе, где дислоцируется Уралвагонзавод с его вагонами и танками. Тогда Вячеслав Кокорин был известен только в Нижнем Тагиле, но в 2017 году его имя прогремело на всю Россию в связи с делом Барзаты. Ну помните, да, 9 июля прошлого года в Екатеринбург прилетел президент Владимир Путин и при личном общении с губернатором Евгением Куйвышевым озвучил жалобу рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий НТЗТИ, которым руководство сильно задолжало по зарплате. А один из начальников заявил, что заплатит деньги, если его лично об этом попросит Путин. Президент назвал этого начальничка «борзатой», и это слово сразу же ушло в народ. Долги по зарплате, естественно, тут же начали выплачивать. Заводом-должником-банкротом срочно занялись комитетчики и прокурорские, и «борзата» очень быстро отыскалась. Ей оказался один из двух соучредителей завода, 34-летний Денис Кокорин, родной сын вышеупомянутого Вячеслава Кокорина, лидера тагильской группировки «Кокоринских». Оказалось, что завод теплоизоляционных изделий Вячеслав Кокорин получил в собственность еще в 90-х, и со временем свои акции подарил родному сыну Денису, который оказался «борзатой» и 14 декабря прошлого года предстал перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве, в невыплатах зарплаты и сокрытии денег, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Общее количество бабла, уведенного завода, перевалило за 30 миллионов. Пока Денис Кокорин чалится в СИЗО и ждет приговора суда. Но сегодня не о нем, а о его родном папке Вячеславе Кокорине, а точнее даже о его расстрелянном в парикмахерской друге Владимире Машинском. По поводу причин его заказного убийства газета «Коммерсант» в 2016 году, когда были задержаны трое предполагаемых убийц Машинского, писала так, цитирую. На тот момент Вячеслава Кокорина пытались выдавить с его территории группировка некоего Карасева, за которым предположительно стоял вор в законе КОРО. Карасевцы хотели подмять под себя организацию хищений запчастей вагонов с УВЗ. Машинский им мешал и был убит. По сведениям «Коммерсанта», сотрудники полиции задержали троих жителей Нижнего Тагила – Иванова, Погодина и Бычкова. Задержанные Иванов и Погодин являются мелкими предпринимателями, а Бычков работает личным водителем топ-менеджмента корпорации «Уралвагонзавод». Они были задержаны одновременно, каждый у себя дома. Конец цитаты. А лидер группировки Кокоринских, ну, собственно, сам Вячеслав Кокорин, авторитетный бизнесмен, который свое уже отсидел и сейчас находится на воле, про убийство Машинского в 2016 году сказал так, цитирую по «Коммерсанту». «О самом убийстве я знаю немного, потому что в тот момент находился в местах не столь отдаленных, но я рад, что нашли его убийц, так как Владимир Машинский был моим другом». Конец цитаты. Таким образом, скоро перед областным судом предстанут три тагильчанина, трое – Карасевских, Погодин, Иванов и Бычков. Помимо этого, заказного убийства группировка Карасевских причастна к убийству мужчины в 2001 году. Его тогда вывезли в лес и сожгли. Основную массу группировки посадили еще в 2004 году. Трое пробегали на воле до февраля 2016 года, но усилиями областного УБОПа были задержаны, и вот спустя два года их дело расследовано и передано в суд. Ждем вердикта Фемиды. Субтитры создавал DimaTorzok